Сейчас пастырь Виктор, драгоценный муж Божий, и это пастырь, который 20 лет служил на украинской, ой, на Черниговской земле, да, в Украине, на Черниговской земле, и много лет они служили с женой Надеждой в Насовке, и это благословенное время, да, служили в Чернигове, и в Черниговской области, и сейчас они с семьей в Германии, они еще до войны по откровению пастырь Виктор выехал, да, и сейчас в Германии тоже там благословенная церковь, он служит в церкви в Германии, и, ну, кто следит за нашим каналом, да, вы уже его видели, его проповеди, его горячие огненные проповеди, и пастырь Виктор, мы передаем вам микрофон, вы у нас в эфире, на... Спасибо. Хочу начать молиться, хочу помолиться за вас, за Украину, за людей, чтобы Божья благодать и мир пребывала в ваших домах. Аминь. Батько, я дякую тобі за те, что ты с нами. Батько, я дякую за те, что ты чувствуешь нас, когда мы обратились до тебя и приходим в лице твоя земля Иисуса. Спасибо тебе за твою дорогу цену кровь, спасибо тебе, что ты завжди нас приймаешь, что мы приняты тобой, что ты завжди чувствуешь нас и завжди любишь нас. Спасибо тебе. Я сейчас, Батько, перед лицем твоим, Господь, молю тебе, Господь, за мой народ. Господь, я молю тебе, Господь, чтобы благодать твоя, она пребывала на моем народе. Господь, я молю тебе, нехай слава твоя покрие, Господь, нашу землю, землю Украины. Я молю тебе, нехай царство твоей силы будет действовать на нашей земле. Благословляю. Благословляю всех твоих святых. Я молю тебе, Господь, покрие миром твоим. Я молю тебе, Господь, нехай прийде мир кожен дім. Нехай прийде мир, Господь, кожне з сердца. Я благословляю мій народ. Я молю тебе, Батько, в ім'я Иисуса, нехай слава твоя покрие всю землю, кожен дім. Я молю тебе, Господь, нехай відійде вся темрява. Господь, я молю тебе, да застяю твоё світло над нашою землею, Господь, над моим народом. Я благословляю в ім'я Иисуса. Я молю тебе, захисти. Захисти від дьявола, захисти від всяких злих людей, захисти від загарбника. Мій Бог, я молю тебе, я прошу тебе, в ім'я Иисуса, нехай анголи твої оберігають кожен дім, оберігають кожну сім'ю. Я молю тебе, я прошу тебе, анголи твої, які служать нам, да будуть оберігати твій народ і захищать, Господь, народ України. Благословляю нашу землю, благословляю народ мій. Я прошу тебе, в ім'я Иисуса, я прошу захисти. Я прошу тебе, збережи, Батько мій, в ім'я Иисуса, я прошу тебе, нехай миром наповниться кожне серце. Я прошу тебе, Дух Божий, наповним миром, наповним утішенням кожне серце, в ім'я Иисуса, Батько, спасибі тобі. Я щиро дякую за те, що ти знала. Я щиро дякую за те, що ти знавчуєш. Спасибі тобі за те, що ти зараз знала. Господи, слава твоя, вона наповняє наші серця. Я дякую за твою дорогоціну кров. Я дякую за твій великий мир. Я дякую за свою велику дорогоціну благодать. Я щиро дякую за всі твої обітниці, якими ти благословив нас. Я благословляю церкову України, благословляю твоїх тих, і я молю тебе, даруй одне серце, даруй одні думки, даруй, Господь, один дух, в ім'я Иисуса. Батько, я прошу тебе, з'єднай церкву твою і даруй їй силу, силу далі йти, далі все здолати. Благословляю твій рот. Я молю тебе, Господь, підкріпи тих, хто зараз, Господь, ослабів. Я молю тебе, в ім'я Иисуса, підкріпи силою твоєю, Батько, і наповни духом твоїм кожне серце, кожен дім, де відійде всяке темря, де відійде сатана, де відійде дьяво, де зупиниться війна. Я кажу, в ім'я Иисуса, відійди дьяво, відійди дух смерті, відійди прочь від нашої землі, я благословляю Україну, я благословляю кожну домівку, я благословляю кожну дитину, кожну жінку, кожного чоловіка. В ім'я Иисуса, прошу тебе, Господь, покрий, Господь, покрий своєю славою, покрий своїм миром, покрий своїй благодатью, захисти, і анголи твої добудуть ополчатися вокруг кожній домівку. В ім'я Иисуса, Батько, я дякую, що ти чуєш нас. Я молю ти, даруй покаяння, даруй спастіння народу, даруй спастіння народу, даруй спастіння кожний дім. Я молю ти, ви да прийде старство твоє, в силі, Господь, в кожне життя, в силі, кожний дім. В ім'я Иисуса, Батько, спасибі тобі. І всі ті, хто зараз бачить, хто чує, я молю тебе, Господь, на повний хмиром, на повний радістю. І нехай сьогодні слово твоє приносить благодать, я молю тебе, даруй слово твоє, і пусть воно принесе благодать кожному, хто слухає. Благословляю ти народу, да буде так. Амінь. Народ Божий, я ділился, буду проповедувати на російській, ще спозна мені цю думку вимовити на українській мові. Молитися мені Бог дав благодать, молитися тільки на українській. І, чесно, в цьому я, не знаю, якесь щось нове, благодать якась для молитвы. Як, знаєте, спеціальний язик для спілкування з Богом. Далі вже на російській у мене вже якось, я не знаю, вже язик не повернутися, молитися. Проповедують, да, проповедують на російській, а от молитися просто... Це якась благодать особа. Я вже ділюся об цьому і ще раз ділюсь. Просто у мене в українській мові нема негативних слов, я не знаю. Як в німецьку я не знаю плохих слов, так і в українській я не знаю плохих слов. В українській мові тільки все добрі, гарні слова. В російській там багато плохих словів, недовольства і так далі. А от, я думаю, це якась особа благодать, щоб мій язик произносив в молитві Богу тільки добре, знаєте. Тільки подякування, тільки благодарність. Ну, це у мене. Народ Богу. І що я хочу вам сказати далі? Ну, що я хочу з вами поділитися, це дуже важливо. Ану, існуємо. Извиняюсь. О, добре, народ Божий, дивіться, з чого я хочу поділитися? З тим, що мене допомогло. І багато місяців, багато місяців я живу в цій благодатьі. Я знаю, що це не моя якась-то определенна заслуга. О, гарно, так тихо стало. Я знаю, що це Божья благодать, яка багато місяців дає мені силу йти і бути дійсно в радості, бути в побіде, бути, ну, одним словом сказати, в благодати. Тому що, коли людина лишен благодати, тоді, тоді, як так сказати, він становиться несчастним. Будучи церкві, ну, чоловік, який лишається благодати по яким-то разным причинам, він тоді становиться, 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 так скажу, несчастним одним словом. Хорошо. Хочу перейти к слову. Дух Божий, допоможи мені. Дух Святий, допоможи мені. В ім'я Ісуса я прошу Тебе, допоможи мені. Вот. Хорошо, я хочу значить вот з чого. С очень важной мыслью, которая в данный момент, я вижу, очень ключевая в том, чтобы быть с Богом. Потому что всего лишь одна неправильная мысль, она нас может лишать той благодати, которая нам дана. Одно даже неправильное исповедание, провозглашение, оно так же может нас лишать, лишать присутствие Божие. То есть не Бог от нас уходит, а мы сами лишаемся из-за неправильного мышления, неправильного исповедания, неправильное понимание веры лишает человека благодати Божией. Как апостол Павел сказал, такие слова, чтобы, смотрите, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. Понимаете, когда приходит закон, когда проповедует царь закон, он говорит, вы лишаетесь благодати, когда вы пытаетесь жить по закону, и остаетесь без Христа. И это просто настолько реально действует и в нашей жизни, и в наших церквях, просто, ну, я хочу, знаете, чтобы это слово, которым я хочу поделиться, оно помогло вам всегда находиться в этой благодати, всегда ощущать присутствие Бога Живого, всегда быть в Его присутствии. Знаете, это, в этом есть наслаждение, в этом есть жизнь. И знаете, с чего я начну? Начну с того, что апостол Павел пишет к евреям в 10 главе, в 19 тексте, говорит, мы, говорит, имея дерзновение входить во святое святых благодаря крови Иисуса Христа. То есть мы имеем дерзновение. Поймите, сейчас очень важно вот, что осознать, что Бог нас принял уже давно. Он нас полюбил еще тогда, когда мы были еще грешниками. Он сделал все то, чтобы мы имели свободный доступ в Его присутствии, во святое святых, там, где находится Он. Он разорвал эту завесу, когда она когда-то разделяла человека с Богом. Но в определенный момент, после смерти, во время смерти Христа, завеса, написано, в храме разодралась. И Бог, который был отдален от человека, через завесу, Он стал близок к человеку. Написано, Он нас приблизил к себе, Он нас соединил с тобой, Он разрушил всякую преграду, которая стояла между нами и им. Знаете, раньше было так, пророки, и во Ветхом Завете часто есть тексты, писания, где они гласят, взыщем Бога, давайте искать Бога, давайте ищущие Бога, понимаете, и очень много направлено на то, чтобы человек искал Бога. Но сейчас я хочу вам принести радостную весть. Наступил момент, что Бог Сам нашел нас. Аминь. Он нашел нас, когда мы были в темноте, в грязи, в грехах. Он нашел, Он осветил, Он омыл, Он оправдал, Он очистил, Он приблизил нас к себе, Он открыл все двери, чтобы мы, Его теперь дети, могли всегда, смело и с дерзновением быть перед Ним, входить в Его присутствие. Но есть такая маленькая, маленькая, как сказать, в общем, маленькое такое слово, которое может лишить человека находиться в Его присутствии. Это первое. Знаете, я на что обратил внимание? Когда я начинаю думать, что я прихожу на собрание, чтобы мне искать Бога. Знаете, это мышление, это мышление, старое мышление. Так мыслили люди ветхозаветные, когда они были отделены от Бога. в Новом Завете апостолы нас призывают поверить в другую истину. А истина заключается в том, что мы теперь можем всегда и на всяком месте поклоняться Богу. Это раз. Всегда и на всяком месте входить в Его присутствие смело и с дерзновением. Он всегда готов и хочет нас видеть. Он всегда с открытыми объятиями ждет нас. Это истина. Потому что кровь Иисуса Христа находится на небесах. И она всегда ходатайствует за нас. Там находится наш ходатай и первосвященник. Это и Иисус Христос, который туда вошел после своего воскресения. И всегда за нас ходатайствует. И теперь я хочу вам сказать, когда мы идем в Дом Божий, когда мы идем в свою тайную комнату или где бы мы ни находились, я хочу сказать, что нам открыт доступ к святилищам. Мы можем всегда смело и без всяких преград быть с Ним. Знаете, и эта мысль, что Он всегда в настроении, что Бог всегда в настроении, что Он всегда хочет слышать, видеть и общаться с нами. Это истина. И в этой истине, знаете, я много времени просто убеждаюсь и убеждаюсь и убеждаюсь. Смотрите, когда я мыслю так, церковь, давайте мы сейчас будем искать Бога. Я вам так скажу сразу. Одна вот эта мысль меня лишала благодати. Благодати, которая говорит, что Он уже меня принял, что Он меня уже нашел, что Он всегда хочет, чтобы я входил с дерзновением. Знаете, на самом деле Бог не заховался от нас. Он не ховается и не играет с нами в прятки. Он хочет, чтобы мы приняли истину. А истина заключается в том, что мы сейчас на всяком месте можем смело прийти к Батьке и сказать, Батька, я дякую, ты без этого еще ты принял нас. Не Вин ховается от нас. Не Вин текает от нас. Не Вин на самом деле мы в своих помышлениях, в своих неправильных помышлениях зачастую удаляем себя от Него. Вы слышите? Своим исповеданием мы можем удалить себя от Бога. Говоря, я буду искать Бога. Опана, этими словами ты связал себя, ты удалил. ты своими словами сказал, что его со мной нет. Второе, я буду его искать. То есть это исповедание не зиждется на истине. Это исповедание зиждется на каких-то умственных заключениях, на каких-то чувствованиях, но не на истине. Но поклонение истинное написано, оно основано на истине и в духе. Это что ж такое? Извиняюсь. Истинное поклонение, оно еще раз имеет фундаментом, основанием истину. Вы слышите? Истину. И когда я с истиной прихожу на поклонение, вот тогда для меня, знаете, открыты небеса, открыта благодать, открыты сокровища небес, открыто присутствие Божие. Вот это очень важно. Вы слышите, чтобы своими же устами написано близко к тебе слово, в сердце и в устах твоих, если будешь языком твоим исповедовать, что, то и будешь исповедовать, то спасешься, не будешь, не спасешься. Поэтому очень важно своим языком, когда ты приходишь иметь прежде всего основание истины и говорить, батько, я дякую за то, что ты меня принял, за то, что я теперь сейчас могу завжди приходить к тебе перед лицем твоим истинам, что ты завжди меня хочешь бачить, что ты завжди меня хочешь чути, что ты никогда не ховаешься ну вот так, не, народ Божий, когда мы приходим в Дом Божий, мы должны осознавать, что мы також есть Дом Божий, аминь. Написано, вы его тело, вы его храм, вы церковь Бога живого, он говорит, я вселюсь вас и буду ходить вас, и буду Богом вашим, а вы будете моим народом. Поэтому важно всегда этим осознанием приходить к нему на поклонение. Прежде всего, это умственное понимание истины. Вы знаете, и вот, когда мы начинаем так говорить, это высвобождает благодать. Истина написана, она высвобождает благодать. Закон, он ничего общего не имеет с благодатью. Буква написана, она приносит смерть, но дух он приносит жизнь. И вот, знаете, очень важно, когда ты приходишь, куда бы ты ни приходил, на какое-либо собрание, где бы ты ни находился, всегда знай вот эту истину, что батька вот всегда, вот просто это слово всегда неизменен, написано. У него нету и даже тени перемены, это как часы солнечные пики, вот это написано, не тени перемены, это вот когда они стоят и нету вообще тени, вы слышите, вот пик, и вот у Бога, у него всегда вот этот пик, он никогда не меняется, он никогда неизменный в этой истине, а истина заключается в том, что он нас принял, аминь, что мы уже им приняты, халилюя, что нам открыты двери в его святилище, в его присутствии, и это истина позволяет нам наслаждаться о учении, или такое слово о том, что якобы сейчас мы будем молиться и Бог придет к нам, оно имело место еще раз во всех ветхозаветных текстах, в новозаветных текстах мы должны позволить ему проявиться там, где мы находимся, вы слышите, позволить позволить знаете самому себе через осознание истины находиться в его присутствии, человек может сам себя лишать присутствие Бога написано через свои помышления, написано как они не имели Бога в разуме, то и произошли проблемы в жизни людей, первое, мы должны осознать в своем разуме Бог всегда со мной, он сам сказал не оставлю тебя и не покину тебя, это два, третье, не всегда открыта дверь в его присутствии во святилище, он всегда рад меня видеть и нет никаких преград, вы слышите, просто никаких преград, чтобы мне на всяком месте везде быть с открывать перед ним свое сердце, как сказал Иисус, истинные поклонники будут поклоняться везде, на всяком месте, и это очень важно народ Божий, и знаете, когда я просто начал так мыслить, неправильно я даже говорю сейчас, когда, знаете, эта истина она мне вот так открылась Духом Божьим, серьезно, я получил освобождение, освобождение, знаете, от какого-то угнетения, что вот как бы, что Бог какой-то далекий, вы поняли, что Он требует, чтобы мы так скажу, много наших каких-то усилий, усилий, чтобы, как сказать, взобраться, все-таки долезть, долезть, так сказать, в Его присутствие, а на самом деле, он сказал, все просто, видите, ты своими, своими человеческими усилиями, как раньше люди Ветхого Завета, пытайся достичь меня, ты пытаешься говорить в свою жизнь не то, что я говорю в твою жизнь, очень важно говорить в свою жизнь то, что говорит Бог, не то, что я чувствую, не то, что я вижу, вот именно вот это помогает нам, освобождает нас истинно, когда я говорю о себе то, что говорит обо мне Бог, когда я в своей молитве говорю то, что говорит Бог, я в молитве говорю то, что я имею дерзновение входить во святилище, аминь, я вхожу во святое благодаря крови Христа, я говорю эту истину и эта истина моментально, я вам скажу просто моментально переносит меня во святилище, где я просто начинаю наслаждаться, понимаете, вот это слово правильное, истинное слово, наслаждаться знаете, Богом, потому что когда человек христианин лишен наслаждения Богом самим, его потом не может ничто удовлетворить, еще раз, приходя на собрание, где бы он ни находился, он будет чувствовать неудовлетворенность, если человек лично не осознал ту истину, что батько хочет завжды спилку вапись с человеком, вы знаете, это последнее время, это стало таким, знаете, самым, самым лучшим, что так сказать, может, было, или как, в моем жизни, в моей жизни было много, когда я получил наслаждение от служения, наслаждение от много всего такого, знаете, что мы для Бога делали, от общих больших собраний, когда, знаете, да, я ощущал Божью славу, но, вы знаете, народ Божий, на самом деле в моей жизни рост, я замечаю, просто духовный подъем, духовное наслаждение, духовное вот это насыщение, происходит исключительно, когда я начинаю просто наслаждаться им, в его присутствии, знаете, как это происходит, я прихожу вот так просто с осознанием, и одна вот эта фраза, она меня вводит в святилище, Батька, я прихожу до Тебе, в имя Иисуса, через кровь заплывито, все, это буквально становится ощутимо, его присутствие, я начинаю буквально ощущать, знаете, и это первое, второе, в этом присутствии я перестаю говорить о своих проблемах, о своих нуждах, я начинаю говорить то, что Он сказал обо мне, например, я маю источник воды живой, я маю джерело воды живой в среду, аминь, я дух животворящий, аминь, потому что я соединен с Господом, и знаете, когда я говорю эти истины, потоки воды живой текут через меня, я начинаю втайне говорить с Ним о том, что Он сказал обо мне, вы слышите, не то, что я может быть чувствовал о себе, не то, что мне говорили обо мне, я начинаю говорить эту истину, вы знаете, именно эта истина написана, она освобождает нас от всего, ненужного, от греха, от проблем, это первое, второе, я начинаю говорить о Нем, кто Он для меня, что Он сделал для меня, вы знаете, во Святое Святых, я стараюсь не вносить свои земные нужды, потребы, я стараюсь там говорить, вы поняли, да, о чем, именно о Нем и о том, что Он сказал, третье, очень сильно, услышьте, это просто высвобождает благодать, услышьте, я начинаю за все благодарить, я дякую Ему за квиты, я дякую Ему за здоровье, я дякую за мою семью, я дякую за те, что я маю все, что я маю, за те, что Он даровал, за те, что Он дарует дарит, вы знаете, подяка, он надоест життя, подяка, она, ну, как бы вам так сказать, она позволяет вот этому аромату его благодати, его любви окутывать меня, то есть благодарное сердце заметил, оно вот как, ну, я не знаю, оно как солнце подымает над тобою, оно как освещает себя изнутри, оно как позволяет Богу действовать внутри тебя, я сейчас верю в то, что Бог, Он, как знаете, начинает проявлять себя в нашей хвале, вот так скажу, я не скажу, что Он живет в славословии, потому что Он живет в истине сейчас, да, но мое хвала, оно позволяет я вот я замечаю, знаете, вот атмосфере, атмосфере жизни наполнять, и знаете, вот не скупитесь, не просто Боже, а там спасибо тебе там за все, не, не останавливайся за все, начни говорить за цветы, за прекрасных птиц, за небеса, за житя, за каждый орган в твоем теле, что он работает, за все, что ты просто остановись в благодарности за себя, за те обетования, которые Он дал тебе, вот начни вспоминать, Он обещал, и Он дал тебе, я скажу, Батько, я дякую, что ты даровал мне вечное життя, я дякую за Духа Твого Святого, який живет в мене, я дякую за всю силу, якую ты помазал меня, я дякую тебе за все дарения твои, которыми ты благословил меня, я дякую за все твои обетницы, которыми ты благословил моё життя, я дякую, что мне открыли небеса, и знаете, эта хвала, основана еще раз на истине его обетования, она позволяет також этим обетованиям, знаете, это как это как дает жизнь, я заметил, этим обетованиям, вот что это, да, вот эта хвала, она, я вот заметил, это как выражение моей веры в его обетование, еще раз, моя хвала, моя подяка, моя благодарность, я заметил, это выражение моей веры, через мое исповедание в то, что он обещал, то, что он мне дал, то, что я имею, то, что я буду иметь, это первое, а второе, оно, знаете, как, я не знаю, как заводит это, как дает этому жизнь, то есть, оно как активизирует, вот так, наверное, приносит активацию, вы слышите, активизирует это, так сказать, сухое, можно сказать, слово, ну, которое, ну, да, я помазан, но, когда ты начинаешь сказать, батько, я дякую, что ты помазал мене, аллилуйя, знаете, вот это исповедание, исповедание истины, оно приносит освобождение, оно приносит активацию того, что есть, вы знаете, хочу дальше пойти, перестань, так скажу, я себе, вот это мне пришло, перестань просить то, что тебе уже дано, начни через благодарность принимать то, что тебе обещано Христом, через благодарственное исповедание мы можем принимать все эти обетования и все эти благословения, это очень важно, еще раз, потому что, когда я начинаю просить то, что он мне уже дал, он мне сказал, что я тебе это даю, я тебе это дал, я тебе этим сделал, но я начинаю опять об этом просить, якобы у меня этого нету, это не есть вера, вера в истину заключается, когда я с благодарностью принимаю то, что он даровал мне, он даровал мне вечную жизнь, он даровал мне искупление, он даровал мне оправдание, он даровал мне исцеление, он даровал мне все великие драгоценные обетования, и я начиная через исповедание благодарственное, я притягиваю это в свою жизнь, но я заметил, когда я начинаю просить то, о чем он сказал, что тебе это уже дано, я заметил, это как меня наоборот отдаляет от этого, оно меня как отделяет от этого, я, знаете, такое ощущение, что я в какую-то не в дверь стучу, а в стену, но когда я просто прихожу и говорю я принимаю Господь твои обетницы, я принимаю твои дары, Батько, Аллилуйя, Аллилуйя, я дякую за то, что ты проявляешься через меня силою своей, поймите, пришло время называть несуществующее как существующее, пришло то время для церкви, я верю, что она созрела, чтобы нам говорить, как я говорил, говорить то, что говорит Бог, аминь, но не говорить то, что нам навязывает этот мир, или то, что мы ощущаем, ну, например, еще раз, Бог, дай, ну, я пришел искать тебя, нет, нет, еще раз, нет, понятно, что оно, как бы, это игра слов, может кто-то сказать, но это не просто игра слов, через это мы можем либо быть с ним, либо стоять в стороне, наш язык, наше исповедание, оно играет большую роль, народ Божий, поймите, сейчас я понимаю, что мы, как церковь, должны также перейти еще на новый уровень, в нашей хвале, потому что есть хвала, которая основана, опять же, не на истине, а на просто чувствованиях, вы слышите, на каких-то эмоциональных чувствованиях, и человек начинает петь то, ну, якобы, он говорит, я, как бы, от искреннего сердца пою, не это нужно, нужно истину петь с искренним сердцем, а не ложь с искренним сердцем, вы поняли, народ Божий, потому что если я с искренним сердцем, ну, пою, ну, как бы, не истину, вот так скажу, да, не истину, то мне это не помогает, но если я с искренним сердцем пою истину, аллилуйя, я говорю истину, это аллилуйя, очень важно говорить истину, ну, смотрите, человеку говорят, да ты пень, и он может это принять и говорить, я пень, но нет, он должен говорить истину, я дерево посаженное у потоков, вот, лист мне вянет, аминь, я приношу плод, вот истина обо мне, вы слышите, а то, что сказали обо мне, это не есть истина, вы поняли, народ Божий, даже если они с искренним сердцем сказали что-то, вот, поэтому, народ Божий, нам важно сейчас начать, так скажу, фильтровать, фильтровать, очень наблюдать за устами своими, чтобы с наших уст исходила, знаете, вот эта благодарственная хвала и истина, аминь, как написано, говорите истину друг другу, говорите истину перед Богом, она нам приносит жизнь, истина написана освободит вас, вот это очень важно, знаете, фильтруйте, так скажем, фильтруйте эти песни, да, они могут быть красивые, да, они могут быть такие эмоциональные, но нам сейчас важно истина, аминь, пусть оно будет нескладно, знаете, пришел такой момент, я вот как-то такая благодать, что я перестал петь песни, те, которые пел до этого, а начал петь песни, так скажу, рожденные вот от моего, от той истины, которая в моем, как сказать, сердце, и я, например, я, вот песня, да, через кровь святую, через кровь Христа, я вхожу в святое прямо в небеса, через кровь святую, через кровь Христа, я вхожу в святое прямо в небеса, вот, и знаете, это может быть такая коротенькая, одно, ну, понимаете, куплетик, но он меня втягивает в присутствие Божьего, вы слышите, и вот подобные вот этим, вот таким куплетиком они высвобождают, я заметил, атмосферу, славу Божию, присутствие Бога, помазание, ну, я о себе говорю, слушайте, то, что в моей сейчас жизни, еще говорю, может быть, это не так профессионально из мира творчества, но важно для меня сейчас, чтобы звучала истина, аминь, аминь, поэтому народ Божий, я вас призываю, знаете, даже призываю к тому, чтобы, когда вы вы поете песню, но вы чувствуете, что она не соответствует истине, переделайте ее под истину, аминь, переделайте ее под истину, просто исправьте, а что тут такого, нормально, потому что это очень важно, потому что еще раз, именно истина, как Иисус сказал, и познайте истину, и она вас сделает свободными, аминь, истина будет делать нас свободными, а ложь нас будет держать опять в каких-то рамках, в каких-то кандалах, в каком-то заключении, в каком-то порабощении, в рабстве, в рабстве, то, что я, знаете, вот это, ой, я грешник бедный, я там, правда, я такой, знаете, вот эти песни исповедания, они держат человека в этом же, но песни веры, что он меня оправдал, он меня осветил, он меня приблизил, они меня держат в свободе, они меня вводят в свободу, потому что помните, как Бог сказал народу Израиля, так как все, что вы мне говорили вслух, я вам так и сделаю, они говорили то, что видели, они пели другими словами, то, что чувствовали, то, что видели, то, что им сказали, но не то, что сказал Бог, но Бог нам показывает, чтобы мы были как Иисус Навин и Халев, Иисус Навин и Халев пели другую песню, они говорили Бог с нами, Бог милостив, Бог обещал нам эту землю, Бог ведет нас в эту землю, и мы одолеем эту землю, и так далее, они пели песню другую, другую, иную песню, у них было написано иной дух, пусть у нас будет иной дух, может быть вокруг все говорят вот так, но ты говори так, как говорит Бог, аминь, говори истину, именно истина приносит жизнь, именно истина приносит освобождение, Аллилуйя, дух Бога живого, я дякую тоби за твою истину, я дякую за твий святый народ, я дякую за те, что ты освятил нас кровью, ты на своего батька, я дякую за те, что ты очистил нас духом твоих святин, я дякую за те, что ты помазал нас, и помазание твоё воно в нас, воно истина, и воно навчает нас усьому, я дякую за те, что ты, Господь, будешь из нас свих ран, я дякую за те, что ты вселился в нас, ты живешь в нас, ты пребываешь с нами, и мы всегда можем входить в святе, и мы сейчас перед лицем твоим батьком подякуем за все, за все, что ты даровал нам, за все, что мы маем, за все, что ты сделал, и за все, что ты дальше будешь делать, я щиро вдячен тебе, спасибо тебе за то, что ты вызволил нас, истемрявый, спасибо тебе, что ты ввел нас в царство сина своего улюбленного, я дякую, что ты даровал нам перемогу, я дякую, что ты даровал нам владу, я дякую тебе, батька, что ты зруйнував дела дьявола в нашем жизни, я дякую за праведность, я дякую за святность, я дякую за вечное жизнь, я дякую за то, что ты с нами и ты нас чуешь, допоможи, допоможи Духу Господню казать истину, завжди, нам, завжди, на всяком месте, я благословляю твий народ, спасибо тебе за все, аллилуйя, аллилуйя, поэтому люди Божьи, пусть Дух Божий, знаете, я сегодня об этом молился и еще так хочется, чтобы вот те чувствования, знаете, которые которые как во Христе, поняли, да, вот эти чувствования во Христе, чтобы, как Павел они были и у вас, чтобы у всех вот это чувствование во Христе, оно оно жизнь приносит, оно освобождает, оно приносит нас на солоду, просто так хочется, чтобы вот эти мысли, мысли, о которых как я сегодня, знаете, так, попытался сказать об этом, чтобы оно помогло вам. Вот просто попробуйте, попробуйте зайти в свою тайную комнату и начните с благодарственной хвалы за все, что он сделал, за все, что вы имеете, за все, что он будет делать, за все, чем он благословил вас. И вот уделите на этом много времени. Вспомните его обетование, вспомните его благословение, вспомните, кто вы в нем, что он сделал для вас, что вы имеете в нем. Просто начните об этом говорить с ним и перед его лицом. Прекратите искать неведомого Бога. Просто приходите к нему смело, с дерзновением, вот на этой истине. Пусть основанием будет это слово истины, что мы имеем дерзновение через кровь Христа входить во святилище. Возьмите это основание и не, так скажем, не лишайте сами себя именно вот его присутствия, через какие-то неправильные умствования. А просто возьмите это текст Писания и входите во святилище, входите в его присутствие. Просто поклоняйтесь ему через, еще раз, поклонение ему через, вот это, знаете, осознание того, кто он есть для нас, и исповедание через осознание того, что он сделал для нас, что мы имеем в нем. Это есть поклонение. И ты втайне начинаешь просто в этом поклонении прям наслаждаться, наслаждаться, знаете, вот этой атмосферой жизни, атмосферой его вот этой радости. И потом, потом после вот этой атмосферы ты, так скажу, начинаешь возрастать, вот так скажу, возрастать внутри уверенно. Внутри начинает расти вот это царство Божие, о котором я говорил, оно начинает вот, оно дает как силу царству, оно дает как энергию царству, как дает пищу царству. Когда мы говорим вот эту истину про царство, что он ввел нас в царство, что он благословил нас и так далее, народ Божий. Поэтому не буду больше продолжать в другие темы переходить. Пусть вот эти две мысли, хотя я много мыслей сказал, но вот эти две истины, они помогут. Я думаю, каждый взял для себя слово благое. И еще, народ Божий. Прекрати, вот просто вот услышь, если это есть в своей жизни, прекрати говорить о негативном, вот просто прекрати. Прекрати желать негативное. Вот понимаете, да? Прекрати говорить, кто что делает не так, кто что делает неправильно, не так. Просто говори о том, что сделал Бог для тебя. Аминь. Просто удаляйся, знаете, вот пережевывание, вот это вариться в каких-то разборках, в каких-то, кто как поступил, кто прав, кто неправ. Удались от этого. Питайся благодатью. Она дает жизнь. Я знаю, что это есть пища также, но эта пища не для духа. Эта пища не истинная пища. Но истинная пища, она реально, она приносит жизнь, она приносит веру, она приносит наслаждение. Аминь. Пусть на вас будет благодать Божия. Я вас благословляю, чтобы вы говорили то, что говорит Бог в вашу жизнь. Чтобы написано, только доброе исходило из уст ваших. Аминь. Только доброе. И написано, для назидания. Для назидания, для укрепления. Только доброе, да будет исходить из уст ваших. Это очень важно. Не то, что важно. Это наша природа на самом деле. Это мы такие. Как одна сестра сказала, А как я могу, как я могу благословлять, если со мной плохо поступили там, да? А я говорю, а ты не можешь по-другому. Потому что ты благословенна и ты призвана благословлять. Вот ты один источник, тебя не может ничто другое течь. Вот, вот наша природа. Мы сыны Божьи. У нас царство Божие. У нас природа Божия. Вы слышите? Мы те, которые несем жизнь. С наших уст только благословение исходит. Никакого проклятия, поняли, да? Никакого негативного вот этого исповедания. О себе просто в молитвах прекрати. Вот просто я в те, как апостол Павел, заклинаю. Прекрати ныть о своих, о себе. Начни говорить о себе то, что сказал Бог, и ты увидишь, жизнь войдет. Аминь. Если устами своими что будешь исповедовать, вот то и будет. Начни говорить то, что сделал Бог для тебя. Начни говорить то, что кто ты есть в нем, что ты помазан, что ты искуплен, что ты оправдан. Аллилуйя. И так далее, и так далее. И ты увидишь, как жизнь начнет. Начнешь, знаешь, другими словами, это как уход за садом внутри тебя. За Божьим садом внутри тебя. То есть нужно поливать и заботиться об этих добрых цветках. То, что Он тебе дал, от этих обетований, через твою благодарность, через это исповедание благодарности. Что еще ты помазан, что ты благословен, что ты возлюблен, что и так далее, и так далее. Вы слышите, начни вот это культивировать в себе через благодарность. Но когда человек говорит, опять же, о своих пороках, проблемах, он начинает культивировать поражение внутри себя. Но когда он начинает культивировать в себе, поливать в себе каждодневно Божье обетование, они начинают, знаете, я как вижу, я как чувствую, они начинают распускаться. И ты начинаешь ощущать, как написано, плод от этого. Как сказано, сохрани, Иисус сказал, сохрани это стемя в чистом и добром сердце. Не сохраняй внутри себя всякие семена раздоров. Вы слышите? Клеветы, раздоров, разборок, непониманий и так далее. Не сохраняй, а сохраняй внутри себя вот эту благодарность за его обетование, за его благословение, за его помазание, за его дух. Вот это взращивай через благодарственное исповедание. И оно начнет, благодарность, еще раз, она как поливает это, она как позволяет ему активироваться, она как позволяет ему, ну, не знаю, как питает, я не знаю, вот эти обетования. Я это ощущаю в себе, я просто чувствую, как они начинают расти во мне. И я начинаю поступать в этом мире лучше и лучше, серьезно, лучше и лучше. Когда я просто вот начинаю в тайне, не ною о своих, вы слышите, о себе. А я такой, о Боже, ля-ля-ля, ля-ля-ля, нет. Все, да, если ты споткнулся, скажи, батько, извините меня, я, извините, но я дякую, что ты принял меня. Я дякую, что я всегда принял. Я дякую, что я всегда могу входить во святые, святые, завдяки твоей крови, аллилуйя. Все, вы слышите, все. Не варись, не топчись на навозе, выходи с него. Иди на стезю Божью, там есть жизнь. А стезя Божья – это истина. Аминь. Благословляю вас, драгоценные, все, кто слышит, все, кто видит, все, кто будет слышать. Я верю, что это слово, оно доставило тебе благодать. Оно внутри тебя поселило вот это семя жизни. Я просто убежден. Я верю, что оно сейчас прямо приносит наслаждение внутри тебя. Я вот как-то убежден, вот серьезно. Семя жизни, оно приносит вот это удовлетворение и наслаждение. Потому что оно семя жизни. Аллилуйя. Будьте благословенны. Нехай с вами да прибудет завжди его благодать. И вас да покрию вся слава Божия. И мир Божий да завжди будет зростати. И благодать Божия да завжди будет перебувати и зростати на вашем житете. Любовь Божия да примножиться. Та, яка Духом Святым пролилась в ваше сердце. Я кажу, да умножиться. Любовь Божия в ваших сердцах один до одного и до Него, до нашего Батька. Да будет зростати з кожным днем. Его слава. Да будет зростати его благодать. И да будете вы відчувати его силу, его славу, его силу и его славу на своєму житті. Я дякую тобі, святий. Я дякую за те, що ти з нами. Я дякую за твоє помазання. Помазання, яке навчає кожного з нас. Я дякую за цю істину, яка нас визволяє. І визволила, Господь, я дякую за перемогу, яку ти дарував кожному з нас. Аллелуя. Да буде благословеним твій народ. Благословляй його. В ім'я Ісуса да буде так. Амінь. Глава Ісусу Христу. Аллелуя. Спасибо большое, пастор Віктор, за такое слово. І пусть Божья благодать пребуває на тебе. На твоєй сім'є. І... Слышно хорошо тебе, да? Да. Слава Богу. Ну, такое хорошее, горячее слово Божье. Бог є свят, і немає в нім ніякої тьми. І коли ми пребуваємо в свете, в Його любви, говоримо об цьому, ми созерцаємо його, це созерцання Бога, Його обетування. Не то, що ми видим, як би, да, ми часто заточені, ну, обстоятельства, ситуації, да, вони нас, як би, пытаються втянути в свою орбиту. Ну, а коли ми втягуємося в Його орбиту, в Його созерцання, в Його обетування, в Його обетування, в цьому є ключі победи. Слава Богу. Ну, це, пісні твої, як би, помазані, такі, нові, знаєш, ну, котрі... А ну, ще раз, дядь, можеш ще щось таке спеть інтересне? Ну, можу, під гитару, під гитару, під гитару, під гитару, під гитару. Пап, а може я гитару принести в мироній кімнаті, чому? Щас принесуть гитару. Клас, взагалі. Народ Божий, хороше время, де ми наполняємся Духом, огнем, силой і Божією благодатью. І пусть Його благодать, вона пребуває з кожним із нас. І хороше слово, і зараз пастор Віктор буде сполнювати своїх авторських пісні, знаєте, і пісні, помазані, благословені пісні. Ні. 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 Первый и последний, начало и конец, Альпа и Омега, вечность и творение, Первый и последний, начало и конец, Ты Альпа и Омега, вечность и творение, Первый и последний, начало и конец, Альпа и Омега, вечность и творение, Через кровь святую, через кровь Христа, И я вхожу святое, прямо в небеса, Через кровь святую, через кровь Христа, И я вхожу святое, прямо в небеса, Мой Хадатай, мой первосвященник, Мой Спаситель Иисус Христос, Мой Хадатай, мой первосвященник, Мой Спаситель Иисус Христос, Мой Хадатай, мой первосвященник, Мой Спаситель Иисус Христос, Закон духа жизни во Христе Иисус освободил от смерти и греха, Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил от смерти и греха, Мой Христос, Мой Христос, Иисус, Ты первосвященник, Иисус, Ты хадатай мой, Иисус, Ты первосвященник, Иисус, Ты хадатай мой, В Боге моем успокаивается душа, В Боге моем я утешаю, В Боге моем успокаивается душа, В Боге моем успокаивается душа, В Боге моем я утешаю, В Боге моем успокаивается душа, Слава Иисусу! Классные такие благословенные песни. Ну, пастор Виктор, мы благословляем Тебя, благословляем Твою семью, все передают Тебе огромный привет, не всех могу Тебе показать, но передают Тебе все привет, да, у нас тут Нежин, Славутич, Бахмач подключены, тебя смотрят, ну, наш канал уже смотрят больше 50 стран мира, так что, слава Богу! Ну, пастор Виктор, мы хотим за Тебя помолиться, чтобы Божья слава за Тебя, за Твою семью помолиться, и давайте церковь помолимся и благословим, благословим, благословим пастора Виктора четверо детей, два сына и две дочки, благословенная семья и благословенная жена Надя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, благословляем Тебя, превозносим Тебя, и мы благодарим Тебя за Твою безмерную любовь. И Ты, Господь, Бог мой, благослови, Господь, во всей благодати и силе и славе Твоей, Господь, Бог мой, пастора Виктора наполни Духом, огнем и силой все больше и больше, наполняй Господь Твоими откровениями, Твоей мудростью, Твоим разумением. Бог мой Господь, пусть Он всегда пребывает в Твоем огне, в Твоем свете, в Твоей любви, и Ты, Господь, являйся через Него, Господь Бог мой, на этой земле, И там, где ты, Господь Бог мой, его поставил, пусть твой свет сияет, Господь Бог мой, через его, через его семью, Бог мой, Господь, через его жену, детей, Господь Бог мой, через родителей, Господь Бог мой, благослови. Мы благословляем, Господь Бог мой, благословляем его семью, благословляем, Господь Бог мой, жену Надю, благословляем детей, благословляем родителей, благослови. Наполни собой, Господь, светом, силой, благодатью, пусть твой божественный свет, Господь Бог мой, он сияет, Господь Бог мой, через твоих детей во имя Иисуса Христа. И Ты, Господь Бог мой, даёшь эту благодать, и Ты восполняешь всякую нужду, Господь Бог мой. Ты, Господь Бог мой, делаешь богатыми на всякое доброе дело. И мы благодарим Тебя за Твою безмерную благодать, благодать на благодать, которую Ты даёшь, Господь Бог мой, своему народу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Мы благословляем Вас. До новых подключений. Мы ждём у Вас огня, благодать и силы. И передаём тоже огромный привет. Огромный привет всей семье, Германии, всем близким, церкви привет огромный. Благодать и Вам. С миром Божиим. Спасибо большое. Спасибо большое. Благодарю Вам.